Пемза, медведи даже не знают, что это пемза. Она ничего не весит, она легкая. И вот угрожает им, эти медведя. И этот оказался зажатым между тем и тем. Но в конце концов он либо в озеро уплывет, либо в лес убежит. И вот такие сцены у них постоянно. Наблюдать за работой, как ребята снимали, как операторы работали, это, конечно, всегда очень смешно. Ну вот спрашивали сегодня Диму, а что делать-то? Почему тебя медведя не съели? Ну, могли бы и съесть, конечно. Но вот его помогали охранять волонтеры. У Димы наушники, он ничего не слышит. Он смотрит видоискатель, он ничего не видит. Он видит только узкий сектор, что происходит впереди. А обычно, а я-то в стороне сижу, я всегда вижу, к нему сзади подходит медведь. Подойдет к нему плотную, обнюхивает его. А поскольку у него уши заткнут, то он даже ничего не слышит. Потом говорю, Дима, тебе сегодня опять подходили. Ну, подходили, значит, подходили. Ну, вот после того, как его несколько раз медведя толкнули носами, вот, приставили к нему охрану. Вот, Дима, значит, ростом охранял, а Маша, она в два раза меньше Димы, ей приходилось с ружьем, конечно, стоять, потому что когда человек с ружьем, у него есть психологическая уверенность, хотя он пользоваться ей не умеет. Может, она ни разу в жизни не стреляла, не может, почти наверняка. Вот, но человек считает, что оружие – это многое врачи. Вот, и поэтому он уверен, что медведи, как и собаки. Вы знаете, если собаке покажешь, что ты ее боишься, собака на с тобой обязательно покуражится. Точно так же и медведи, если увидишь, что ты боишься. Вот. На самом-то деле я прекрасно понимаю, что оружие, ружье – это вещь такая очень ненадежная. Надо уметь идеально стрелять, чтобы за миллисекунд успеть выстрелить, если медведь на тебя нападает. Вот. Попадать в правильное место, и, в общем-то, не гарантия, что ты остановишь. Поэтому я считаю, что более надежное средство – это фальшфейр на коротком расстоянии. Вот. Когда зажег фальшфейр, там реально они пугаются этого фальшфейра. Но, тем не менее, как вы видите, Дима, поскольку фильм вышел, то все нормально было. С безопасностью у нашей группы за это отвечали. Вот. Организовано это было. Ну, конечно, волонтеры там, где волонтеры, там кураж. Это вот Миша Красилев, наш, ну, второй оператор, тоже помогал со съемками воздушными. Вот. И Маша греет лапки на медвежьем помете, на свежем. То есть там мостик, с которого рыба считается. Медведь прошел, покакал, вот он еще идет. Видите, он еще не ушел далеко. Они уже греются в холодную погоду. Вот так они шутят. А тоже, как-то раз подъезжаем, так стоят. Чего делаете? А вот медведь у нас убрал камеру, и уплыл в озеро вместе с ней, и бросил в озеро. Утанул, говорит, чтобы флешку найти с нее. Вот. Но не нашли ни флешку, ни камеру. Но идея была запущена. Вот. Что раз медведев хватает камеру, надо просто им давать эти камеры. И компания World Pro дала 10 камер. Мы их все отдали медведям. Флешки, правда, не все забрали. Но кое-чего попалось в флешках. Они снимали сами себя. Селфи снимали различные. Проверяли, правда ли водонепроницаемая камера. Вот. И так, в общем-то, вот весело, с куражом. Часть куража просто нецензурная. Я показывать не буду. С куражом всяким съемки шли. Это, в общем, очень хорошее было, насыщенное, очень веселое время. И когда ты живешь полноценной жизнью. Когда ты видишь очень много того, что любят другие люди. И когда ты тебя распираешь от того, что и никто это не увидит, если ты это не покажешь. Вот. И эта вот радость от того, что ты покажешь это людям, и что люди это увидят твоими глазами, это, конечно, много стоит. Желание поделиться с людьми. Вот. Это вот, это да, это вот они. Это Тесла со своими двумя медвежонками. Те, которые весной были такие, а осенью они старые вот такие. Так они за год меняются. Ну, наступила осень. Вот. Сезон был закончен. Фильм заканчивается этой сцены. Помните, потом нарисованный медвежонок пошел. Вот. За этим, за всем. Вот. И, в общем-то, мы вернулись в цивилизацию, и фильм уже дальше. Материалы были отданы Ире. Она организована уже дальше, как это все сложный кинопроцесс. Чудовищно сложный. Вот. Для меня я не думал, что все настолько сложно, трудно и так далее. Но, тем не менее, фильм не только был сделан, смонтирован, там, озвучен и все. Дошел до проката. Вот. И то, что Ира изумительные вещи сделали. Фильм уже собрал там под 25 наград всяких на российских и международных кинофестивалях. Вчера вот «Золотой орех» был получен этим фильмом. Вот. И, в общем-то, я хочу сказать, что заслуга этой Иры в большей степени, чем там Дима, моя или кого угодно. Потому что она сумела этот фильм донести до людей. Вот. Но опять-таки, что очень важно, вот эти самые идеи и мечты. Чтобы вот нашлись такие люди, как Ира, вот вы должны озвучить свои мечты. И только при озвученных мечтах это получится. Ну и дальше. На следующий год я решил опять возвращаться домой-то на дом. Третий год уже никто меня не простит на Камчатке. Вот. Я опять машину переправил в Владивосток. Опять начал дорогу от самой-самой границы. Это вышка китайская, а это северокорейская. Вот. И опять пограничники тут меня прогнали. Погнали за мной на УАЗике. Я от них удрал. Вот, тем не менее. И вот такой кадр границы нашей российско-китайская. Самое теплое место Дальнего Востока. Японское море. Вот. И вообще первая половина этого путешествия проходила в какой-то утром, как во сне. Я еще там, на китайской границе, вот, на заповеднике Кедровой Апати увидел, как цветут рододендроны впервые в жизни. Я увидел, и меня как шарахнули по голове. Такая красота необыкновенная этих растений. И дальше сколько мы ехали, все, с самого теплого места Дальнего Востока, на запад, ты едешь в Сибирь, в Ягутию, холодные места. И они продолжали цвести. Мы с ними ехали вот в центре цветения рододендронов. Багульник, да, в простонародье называется. Фантастическое, конечно, растение, фантастическая картина. И путешествие было необыкновенно красиво. Необыкновенно, ну, я вот не знаю, ты едешь, ты просто счастлив, счастлив, счастлив от того, что ты впитываешь эти виды. Эти замечательные встречи. Вот опять это тоже рододендрон, тоже здесь, там в заповеднике. Видите, тоже внизу рододендроны. И вот так вот получилось, что больше половины путешествия назад было под знаком. Тоже рододендроны такая, горная форма какая-то. Это разные виды рододендронов, но это все рододендроны. И столько всякой экзотики у нас. Вот я показывал этот кадр. Вот дерево. А, Дина Батюхина, научный сотрудник заповедника кедровой аппатики. Я увидел вот эту дырочку. Тут у меня указки нет цифровой, так покажу. Вот эту дырочку. И спрашиваю, а чего это за дупло? Она говорит, да это индийские пчелы здесь живут, жили. О, а кто это их разгрыз? Гиманайский медведь. А что это за дерево? Как называется? Я что-то вижу, что береза. А такой березы я никогда не видел. А это вот железная береза. Ничего себе, думаю, экзотика. Гиманайский медведь, индийские пчелы, железная береза. А у меня была единственная фотоловушка. Я говорю, Дина, давайте поставим фотоловушку и направим на эту березу. 300 метров до конторы, до гаража-заповедника от этой березы. Совсем рядом. Ну и Дина вот залезла, поставила эту фотоловушку. Первый кадр, мы с ней снялись под этой березой. Ну, короче, Дина, осенью снимите фотоловушку. Ну и хотя бы флешку прислали. Ну, осенью Дина прислала и флешку, и фотоловушку. Вот. Ушли мы, пришел, знаете, да? Так, культовый зверь, дальневосточный леопард. Под эту самую березу. Вот. Следом. Тигр. 300 метров от гаража-заповедника. Дальний Восток такое удивительное место. Это вообще, это вот... А если бы там 10 фотоловушек поставить там? Или поселиться там и снимать все это. Вот Денис Кочетков, фотограф, замечательный, там долго жил, работал и снимал. И опять в дорогу. Все время через весну. Потому что мы едем в холодное место, и все время вот в стадии цветения рододендронова, распускания листьев, романтическое такое планшафт, это японское море. По сравнению с Камчаткой, конечно, такое ласковое южное курортное море совершенно. Вот. Ни наката нет, ни волн, ни штормов страшных. Хотя, ну, есть и суровые места. И тоже рододендрона, рододендроны на скалах всюду цветут. Ну, в общем, дорога идет на запад, тигры, следы тиграм. За горалами я там охотился, и за людьми, которые их изучают. Но только фотоловушками удалось опять горалов. Это, значит, люди из Алимского заповедника сняли горалов. Видите, помет горали. Это тоже специальная точка, маркировочная такая, где они отмечаются в своем горальном сообществе, такая, регистрируются. Вот. Такие козлики. Их там несколько сот на всю Россию осталось. И, конечно, интересно очень для рассказа, показа. Все рододендроны. Видите, я никак не успокоюсь рододендронами. Куда они поедут? На север еду, а не там, в пышном цветах. Светлана Судырина, тогдашний заместитель директора по науке, а сейчас директор сельхоты Алиновского заповедника, специалист по тиграм. Ставит в суток наушку, а потом поделилась со мной, что получилось. Это вот помет тигра из хедра и костей состоит. И гигантские деревья. Мы еще поговорим немножко про эти. Вот тополь Максимовича, эти деревья гигантские совершенно, в дуплах которых живут ималайские медведи. Представляете дерево, если в дуплах зимует медведь. И притом не на уровне земли, а на высоте там 10-15 метров. Такие дупла, такие деревья. Они меня поразили. Вот там у меня зародилась эта тема старых деревьев, старого возрастных лесов. Ну и, конечно, дорожные приключения. Что это за мечта, если без трудностей? Тогда и трудности были всякие, очень серьезные. Вот в этот момент я думал, что в очередной раз экспедиция моя закончилась. Местный священник отремонтировал машину, отец Александр. У него такая же машина, у него часовня на колесах. Вот, он приехал по мохтам в рясе прямо, отремонтировал машину. Это подшилкой Амурского, вам забайкальского края уже. Вот. Тут на лице написано, что я уже не верю ни на что хорошее. Вот. Ну и опять замечательные места, замечательные люди. Даурский заповедник, который любился на границе Китая и Монголия. Там работают люди, которые вот сумели за 30 лет заповеднику к Киберянскому лесу, в одно время были созданы, они сумели там совершенно изменить ситуацию. Они сумели сделать так, что вид, который исчез на территории России, Дзерин, Антилопа Дзерин, вернулась в Россию, и сейчас 6 тысяч, более 6 тысяч особей в России, благодаря их усилиям. Ну, там много комплексных усилий, вот. Не только охрана, они создают новые охраняемые территории, они договариваются с силовыми структурами, чтобы помогали им охранять. Они ухитряются даже когда надо, поднять заграничные, на границе с Монголией поднять эти технические заграждения, чтобы горах, чтобы зашли они. А потом, акустично, по-моему, не вышли назад. И таким образом в России сейчас несколько тысяч этих Антилоп, которые уже вымерли. Вот на близком расстоянии эта Антилопа. Младше всяких историй о заповедных людях, животных, которые охраняются, которые делались в процессе. Вот. Они же. Ну, национальный парк Мавханай, в Забайкале, там буддистские святые какие-то места, то есть, как вы понимаете, у заповедников природное наследие, историческое, культурное. Ну, заповедники на спарке занимаются охраной всякого наследия. И бесконечная дорога, по которой Путин ехал на Калини, на Желтой. Вот. Нам рассказывали, как он ехал там. Ведь недавно не было в России этой дороги. Вы знаете, что, может, действительно, при Путине появилась дорога с твердым покрытием, которое соединяет Россию, центральную часть России, Сибирь с Дальним Востоком. Раньше там между Читой и Хабаровском тракторная дорога была, зимники, только зимой ездить на машинах. А сейчас можно вот по такой дороге, по пустынной. Порой едешь там часами ни одной машины, потому что основном грузы переводятся по транссибу, по железной дороге. А это как бы как параллельная дорога. Байкал, где столетие заповедников. Всякие красивые места. Иногда приезжаешь, вот река Селенга, недалеко от Улан-Удэ. Ну, просто изумительно. И тоже не хочется уезжать. Вот. Поселок, где... Поселок Довше на территории Баргузинского заповедника. Баргузинский заповедник, как бы, первый заповедник в нашей стране. Вот это борьба с коммерческим браконьерством, про который рассказывал Артур Мурзаханов. Вот они стоят там, эти богатыри. Двойной дно у лодки, видите? А там омуль между. И вот эти ребята сумели победить коммерческое браконьерство в Чеверкуйском заливе Забайкальского национального парка. А сейчас пытаются свой опыт распространить на другие заповедники нашей страны. Вот такие. Да, трое из них есть. Или четверо. И опять дорога дальше. В общем, где-то в центре Сибири, я понял, что если я буду ехать таким темпом, я не успею доехать до северо-запада России, которую я очень хотел посетить. Я дальше ехал просто... Там 3000 километров проехал без остановки и приехал сразу в Коми. Республика Коми — это Печоро-Лыжеский заповедник, река Печора в верхнем течении. Вот такая деревенька заповедника. Ну, там лосиферма знаменитая. Там, когда начали домашние... Эксперимент по домашниям лося со всякими милишними лосятами. Она до сих пор существует. И там ждут туристов, визитеров. Лодки, на которых они приблигаются традиционные. Вот. И чтобы попасть в заповедник, пришлось там сотни километров ехать вот такой вот... Где пешком идти по Печоре, а где вот так вот в лодке ехать. Это Печора посредине летом. Видите, как она отмелела? Кордон заповедника. Тоже в Коми находятся самые крупные массивы детственных лесов в Европе. Нигде крупнее массивов нет, как на Северном Урале. Там 2 федеральных пособия по окружающим территориям. Печорныйский заповедник и Национальный парк Юга-2. У них общая граница. Потрясающие места. Видите, пещеры какие-то. Вот, арки лесные. Тут же старые деревья. Они не кажутся старыми, но они действительно старые, потому что там климат очень суровый. 8 месяцев в году зима, визитационный период очень короткий. Деревья там по 300-400 лета. Они вот такие. Ведь говорят, самые старые деревья России, лиственницы в Якутии, они вот такие диаметры. 10 сантиметров. Хотя им по полторы тысячи лет. Вот так медленно растут деревья в тяжелых условиях. А это уже другая река. Щегор. Да, Щегор река на Национальном парке Юга-2. Тоже Северный Урал. Такие скалы. Ну, дальше еду на запад. Кинозерский национальный парк, который вроде бы как бы и национальный парк, но он охраняет природное такое, культурное наследие. И все эти часовни, это не музейные раритеты. Это живые часовни. Это придорожная часовня. Открываешь, там стаканчик для денег лежит, деньги лежат, и никто их не трогает, которые люди оставляют. Это придорожная часовня, видите, наезженная дорога. Люди заезжают, молятся. Постоянно какие-то следы там. Вот такой коллектив Кинозерского национального парка. Я уже не раз говорил, что это один из самых любимых национальных парков. Но он любимый не только потому, что там эти уникальные собрания, историческое наследие, уникальные часовни, церкви, бытовая культура очень интересная северная. Есть огромные избы архангельские. А люди, северные люди архангельские, они очень замечательные. И, в общем-то, совсем другие, не такие, как у нас в Брянской области. Это тоже одна из причин, почему я очень люблю бывать на северо-западе России. Вот. И уехал, как вы помните, с берегово-Охотского моря. Это уже Белое море. Добрался, не верил, что наберусь на Белое море. Вот эти отливы беломорские. Это Кандаларский заповедник. И вот другой полуостров на противоположной части. Это Лапландский заповедник, который находится уже на Кольском полуострове. Вот. И уже очень позднее, как бы там на севере, уже морозы, в Заполярье. Ну, конечно, пришлось ему сворачивать уже эту экспедицию. И я понял, что путешествовать можно бесконечно. Вот. И поехал назад.